12 декабря 2013 года Леониду Быкову могло исполниться 85. Но дожил он только до 50. Он погиб трагически. Его машина выехала на встречную полосу. Он мог уйти по разному в жизни. Вся его жизнь была движением по встречной полосе. Лучшие фильмы Быкова снимались с невероятными трудностями. В жахловых умовах мы живы, в жахловых умовах занималась. Под гнетом строжайшей цензуры. Им уже масса сценариев зарубили. Но даже в таких условиях он сумел снять кино, которое стало культом. Весь палац портрета. Фильм «В бой идут одни старики» – вершина творчества Леонида Быкова. Что могло быть дальше, если бы он выжил? «Не хочу жить», – «не вижу смысла», – писал Быков за три года до аварии. Не может ли быть так, что он не хотел жить, потому что, достигнув вершины, боялся спуска? «В бой идут одни старики» Леонид Быков шел много лет. Если отмотать пленку назад, становится ясно, что жизнь как будто нарочно расставляла ему дорожные знаки. Ему встречались именно те люди, которые станут героями фильма. В его жизни происходили те события, которые вели его в Киев, на киностудию имени Довженко. Все началось в Краматорске, городе детства Леонида Быкова. В то время многие его сверстники хотели стать летчиками. С лучшим другом, соседом по двору Витькой Ищедроновым, они мечтали о том же и строили деревянный самолет. Именно эта дружба станет предвестником триумфа Леонида Быкова. Если бы не Витя Щедронов, возможно, Быков и не снял бы свой самый знаменитый культовый фильм о войне. В 43-м 16-летний Леня Быков поступает в летную школу. Это было в Барнауле, куда их семью эвакуировали в годы войны. Через месяц Леонида отчислят из-за маленького роста, а спустя два года вместе с Щедроновым он поедет поступать в Ленинградское летное училище. С Щедронов в училище поступит, Быков нет, но их судьбы еще не раз переплетутся. 11 апреля 45-го года самолет Витя Щедронова разбился над 46-м километром трассы Прага-Братислава. Через 30 лет Витя Щедронов станет прообразом Смуглянки. Актер, которого выберет Быков на роль Смуглянки, даже внешне будет похож на его друга юности. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, Там Смуглянка-молдаванка собирает виноград. Сразу же после войны в 46-м году Леонид Быков решает идти в артисты. На киевской студии объявлен набор в трехгодичную школу киноактера, и он отправляется в столицу Украины. В студию Быкова не примут, его таланты не разглядят, но эта поездка тоже сыграет особую роль в жизни Быкова. В купе с ним едут два летчика. Они напевают мотив Смуглянки. Как оказалось потом, они ехали на могилу своего командира. Летчики рассказали Леониду Быкову, что до войны закончили музыкальное училище и служили потом в дивизии под названием «Веселые ребята». Все, кто входил в их дивизию, играли на различных музыкальных инструментах, а в перерывах между боевыми вылетами часто исполняли Смуглянку. Их дивизия стала такой известной, что однажды к ним на фронт приезжал сам Леонид Утесов. Пройдет много лет, и Быков не только вспомнит эту историю, но и найдет этих летчиков Виталия Попкова и Владимира Барабанова. Попков станет прообразом командира эскадрильи Титаренко, а Барабанов – прототипом летчика Скворцова. Но это произойдет через 27 лет, а пока Быков поступает в Харьковский театральный институт. Харьков – город юности, город, где он встретит две свои судьбы – будущую жену Тамару и первую роль в фильме под названием «Судьба Марины». «Без Петки Мокина никуда не дойдешь». Свои первые роли в кино Быков сыграл в годы оттепели. Это было время, когда менялась не только жизнь, но и ее отражение. Кино избавлялось от налета театральщины. На экране появлялись естественность, открытые лица, живые чувства. Время, в которое после строгих военных тем очень ценился юмор. По переживаниям Тарас Васильевич... В каждой европейской стране в те годы был любимый комик, итальянец Тото, французы Фернандель, Боруиль и Дефюнес. Быков также обладал этим редким даром – комедийного актера. Он был самим собой, с легкой походкой, остроумными шутками, играл обычных простых людей и не боялся слегка посмеяться над своими героями. Первые фильмы, в которых играл Быков, критики называли едва ли не периферией советского кино. Но эти картины сразу становились популярными именно благодаря игре Леонида Быкова. А первая главная роль в фильме «Максим перепелица» сделали Быкова всенародно любимым артистом. Спасибо тебе за шина такой! Быков прекрасно играл комедийные роли, но почти всегда в них просматривался второй план. Он был трагичным человеком. Иван Гаврилюк – один из немногих друзей Быкова, хоть и был почти на 20 лет его моложе. Подивитесь в очи Быкова, они такие были глибокие, глибокие и очень сумные очи. Глибильные такие. Это парадокс жизни. Большинство людей веселых, начебто, таких рубахопарей, а в жизни они абсолютно очень серьезные. А ты знаешь, а я к тебе завтра собирался. А я сама пришла. В 1961 году на экраны выходит фильм «Алешкина любовь». В нем Быков сыграл одну из лучших своих ролей. После этой работы его приглашают в Ленинград. И он вместе с семьей, а к тому времени у него уже двое детей, сын Алэс и дочь Марьяна, едет работать на Ленфильм в театр киноактера. Доиграв последний спектакль, писали его коллеги по Харьковскому драматическому театру, «Мы с удовольствием выпили и закусили колбасой, прощаясь с Лешкой». А он предложил нам спеть любимую песню «Та забелил и снегы». Из спектакля «Дай сердцу волю, заведевны волю». Точно так же, как всегда, будет дирижировать и герой Быкова, комэск Титаренко. Он дирижировал, а они пели, не скрывая слез. В Ленинграде, как и в Харькове, Быков проведет около 10 лет. Странным образом, вся его творческая жизнь сложится из трех почти равных отрезков. Здесь у Быкова состоялся режиссерский дебют. Он снимает комедию «Зайчик». Это был странный фильм. Его не ругали и не хвалили. Он прошел почти незамеченным. И Быков решил, что это провал. Больше режиссура ему не предлагали. И со временем Быков сделает еще один. Последний. Резкий поворот в своей судьбе. Забегаючи наперед, мне так сдаётся, что если бы он лишался в Ленинграде, то, очевидно, может, он и лишился жить. Бог его знает. Потому что Украина в той час, радянская Украина, была довольно такая, мягко говоря, складная республика. Те, что позволялось работать в Москве творчим людям, особенно в направлении сферы кино, это категорично не позволялось работать на Украине, в частности, на студии Довженко. И, как сказали, что в Москве пальцы отрубают, а в Киеве уже руки отрубают. Он помнит, как Быкова ждали, приглашали, уговаривали переехать в Киев на киностудию имени Довженко. Обещали, что он получит квартиру и снимать будет всё, что захочет. И Быков соглашается. Киев, 1966 год. На вокзале Быкова встречают Иван Миколаичук, Иван Гаврилюк, директор киностудии Василий Цверкунов. Это было первое знакомство. Я видел банальную фразу живого Быкова, потому что это, в принципе, моя глубокая юность, и, можно сказать, и детство, где-то уже более-менее дорослое детство. На его фильмах я его видел только на экране. А тут можно было говорить. Он был веселый, он очень смеялся, он очень хотел в Украину, потому что климат дружины не подходил в Ренинграде. И всё было очень хорошо. У Быкова в Киеве сразу появились друзья. Он привёз эту дружбу из Ленинграда, снявшись в фильме «Разведчики» вместе с Иваном Миколычуком, Костем Степанковым, Николаем Мащенко. Это была определенная община людей, людей-протестных, которые не вступали в коммунистическую партию, которые дружили между собой. Это была настоящая дружба, мужская дружба. Не можно поймать Ленина Павла Шабикова с этой спиной, как Борис Бондоков, как Борис Ивченко, как Иван Миколычук, как Костем Степанков, как Григорий Якутович, как Сергей Параджанов, как Ленина Тосика. Это была одна компания. Новая жизнь на киностудии Довженко началась с необычайного оживления. Руководство студии собрало всех редакторов и поручило подыскать для Быкова что-нибудь такое, из чего он смог бы сделать второго Максиму Перепелицу. Но Быков не хотел второго Максима. Он задумал снимать лирическую комедию «Уходят женщины». Руководству студии идея не понравилась и заявку не утвердили. Этот фильм все же выйдет на экраны под другим названием «Где вы рыцарь?». Но после Быков останется практически без работы. Вам надо отдохнуть. Нам надо отдохнуть. Мы заработались. Игорь, давайте махнем куда-нибудь, а? На дачу, а? Или на рыбалку с ночевкой. Или напьемся без ночевки. А нужно ли? Так началось самое сложное время в жизни Леонида Быкова. То, что в кинематографе называется простоем. Руководство студии его как будто не замечало. И Быков – любимый актер 50-х с 1966 по 1971 год. Ничего не снял и нигде не снялся. Ему же зарубили массу, как никому. Ему же массу сценариев зарубили. Эмилия Косничук много лет работала вместе с Быковым. В 70-х годах она была редактором на киностудии имени Довленко. Он посылал «Не стреляйте в белых лебедей». Мы посылали на апробации в Госкино. Зарубили. Долгий срок Распутина. Василий Теркин. Вы представляете, какой бы был Василий Теркин? Он же рожден для этой роли вообще, для всего пластика. И тогда он же великолепно двигался, великолепно танцевал. Мне кажется, что я себя потерял, пишет Быков своему другу Николаю Бориченко. Другого определения найти не могу. Я в простое уже три месяца. Отказался от пяти работ. И уж очень все плохо. Хожу за зарплатой. Стыдно. Это место не только историческое. Это место символическое. Почему? Это буфет для творческих работников. А здесь стояла, вот на этом месте, стояла пальма. И под этой пальмой, вот в таком кресле, только не в этом, в таком кресле, сидел Леонид Федорович. Не просто сидел, а годы просиживал. Я помню, ну, перерыв, там люди идут обедать, выпить чай. А тут уже выстраивается очередь людей к нему, потому что кто-то по группе, там, надо что-то, какие-то бумаги подписать. А он, конечно, улыбался, сидел здесь. Здесь кресла немножко другие были. И такая была деревянная подставочка. И там стояла маленькая чашечка кофе, которую традиционно он всегда брал, ему оставляла Лена в буфете. И конфеты каракум. Если отмотать назад историю жизни Леонида Быкова, становится понятно, почему произошло именно так. Его герой, герой оттепели, искренний, открытый, с природным чувством юмора и такта, не нужен был в другую эпоху. К началу 70-х на экране успела девальвироваться даже тема войны, святая для Быкова. И, возможно, нужно было именно это за стойно-простойное время, чтобы Быков мог выносить и снять свой фильм-шедевр. Это его вообще такая была, ну, не то, что привычка, хобби, хобби, это вообще, он такой заядлый-заядлый очень рыбалка. И идею стариков он рассказал во время рыбалки, он жил там рядом с Наприенко Женей, сценаристом, и на Русановской затоке, и они там ловили рыбу. И типа, кстати, вот я тебе, вот у меня такая есть история, как ты считаешь? Ну, Наприенко, боже, это же прекрасно, конечно, давай писать. Через 15 минут построение полка, а вы марш! Воно, ну это пацаны, но ты же старик, а? Виноват, товарищ командир. Виноват. Какой хоть счет? 82, ползо второй. Хорошо. И символ, и змейст его життя, військовая тема. Но не все легко давалось, потому что Льоня, он хотел снимать кино правдивое, где война была видображена не только патетично, и не только победа Радянского Союза над радянских людей, над фашистской чумой, но и война была у него, в его уяве, яку он хотел передать на экране, это была очень брудная работа. И не только работа, но это было жахиття, было неправда, в которой мы до сих пор все плоды пожинаем, об усеянии неправды. И вот эти вещи как раз не виталися, и им было большие проблемы. Когда мы сценарий прочитали, конечно, немножко все были удивлены, потому что война представалась совершенно в таком, ну, во всяком случае, для студии Довженко, не привычном плане. Песни, юмор, лиризм. И я спросила у Сацкого, я говорю, Саша, кто придумал эту историю о поющей эскадрилье? Он говорит, никто не придумал. Это реальная история. Фильм к производству приняли, но в его успех не верили. Денег Быкову дают в обрез. Вместо цветной широкоформатной пленки выделяют узкоформатную черно-белую. Вместо настоящих самолетов предлагают использовать муляжи. И тогда Быков отправляется в Москву. Он добивается встречи с председателем ДОСАВ, трижды Героем Советского Союза, маршалом авиации Александром Покрышкиным. Тот обещает подумать и просит оставить сценарий. Уже на следующий день Покрышкин распорядился передать на Павландске, на студии Довженко, пять самолетов. Вот на этом месте, на территории аэродрома «Чайка», Быков в течение всего одной недели снял все сцены полетов в фильме «В бой идут одни старики». И нам была поставлена задача. Первая задача – это Быкова научить рулить на самолете. Леонид Федорович, я молодой. Виктор Соловьев, мастер спорта СССР по высшему пилотажу. В 1973 году работал летчиком-инструктором в киевском аэроклубе «Чайка». Быков сам заруливает самолет, даже если кто-то внимательно смотрели. После боя он возвращается, сидит в кабине, разворачивает самолет, нажимает на тормоза, самолет останавливается, но он чуть-чуть нажал, больше, чем нужно. И самолет, даже в кадре фильма видно, как самолет так немножко клюнул носом. Ну, это для своего зрителя незаметно. Но он делал все это сам. С летчиком-инструктором мы взлетали. Владимир Талашко сыграл в фильме «В бой идут одни старики» роль летчика Скворцова, того самого, чьим прототипом был попутчик Быкова в поезде. В истории о том, что летчик вышел из боя, достоверно. У Барабанова тогда случился сердечный крест. И он даже снимал даже. Интересна была деталь, когда во время съемки летчик вдруг перевернул самолет, вот сделал горку, сделал бочку, перевернул, а Быков должен был говорить какой-то текст, а в это время – клац-клац! Что получилось, что не получилось. Потому что действительно сегодня техника съемки позволяет снимать, может быть, даже в воздухе, а тогда при каждой такой нагрузке понятно, что выполнение актерской функции уже мало и пропасть. Потому что, конечно, мы все что-то и говорили в кадре, в воздухе. Это было на ромной площадке или во время спокойного полета. Самолеты были выделены. Три летающих. Три. На одном летал Сергей Антонович Чур, но непокойный. И я. Вот у нас пара летающих самолетов. И плюс еще самолет подготовили для съемок, чтобы провести оператора. Особенно такой кадр, когда танки были замаскированы под копны. И вот это наш летчик возил оператора. И было создано четыре самолета. Рулящих. Только рулящих. Они были разрисованы там звездами со сбитых самолетов. Самолет готов к запуску? Есть один, то. На самолете запускался двигатель. Сложил двигатель. И, значит, Быков на этом самолете рулил. Алис, Бубнович! На аэродроме «Чайка» снимались и те сцены, в которых летчики сбивают немецкие самолеты. Привезли детскую карусель. Карусель, вы знаете, такая. С одной стороны закрепили кабину, вырезали специально из списанного самолета кабина. Фонарь там, все-все есть. Сиденья там есть. Туда сажают актера. По диаметру на противоположный оператор с камерой. И там крутят это. Пускают дымки. Такое впечатление. Очень, очень хорошо получилось. Такое впечатление, что самолет, вот именно скорость показывает, там дымы эти летают, понимаешь, как область, есть туман, там все такое. И там они стреляют, там трясутся, значит. Леонид Быков снял один из самых парадоксальных фильмов о войне. Молодые, веселые, совсем не героические, как называли их критики. Герои фильма «В бой идут одни старики», не унывали, не грустили, а просто погибали один за другим под звуки в Смуглянке. После премьеры фильма они проснутся знаменитыми. Сергей Подгорный, Смуглянка. Сергей Иванов, Кузнечик. Комедийный актер Алексей Смирнов сыграл драматическую роль Макарыча. После того, когда определились с актерами, все время сомнения были по поводу Смирнова. Ну, во-первых, всех смущала операция «Эй». Ну, зачем, ну, типа, зачем вот те мотивы сюда, фильм такой чистый, там. И была такая фраза, Леонид Федорович, этот персонаж не обсуждается. И потом только мы с Леонидом, почему так, он говорит, только потом. Они познакомились с ним, когда снимал Леонид фильм «Свой зайчик». Да, я хочу вам объяснить, Наташа. Давай, давай, объясняйся. Давно пора. Да нет, вы меня не так поняли, я не в этом смысле. Матя, давай, Юрий. Я в твои годы шестерых детей имел. Семья, дети, неприятности, скандалы. Чувствуешь, что живешь. Будучи режиссером на Ленфильме. И там снимался у него в небольшой роли. И они очень подружились. Леонид узнал его тяжкую судьбу абсолютно. Он жил с мамой, одинокий. Такой вообще очень трагическая личность. И более того, он понимал, что он сказал, что мне так надоели эти роли, типа, вот в операции. Мне так надоело играть идиотов. И просто, знаете, так, ну, не, пожаловался так, просто посетовал, да. И вот Леня, как бы, он говорит, что у меня была задача такая подкарковая. Обязательно его вывести на какую-то совершенно другую актерскую стезю. У них были очень теплые отношения. У Леонида Быкова и Алексея Смирнова. Эта теплота передалась и отношениям их персонажей. Когда Быков пробовал Смирнова, а то нужно было. Была сцена, когда они сидят у могилки, подвигает собака, случайно пробежала. Потом она была в картине. Снимали это мы пробы где-то в марте месяце, апреле, где-то в начале мая, может быть. А съемки были уже в июне, июле, августе в Чернигове. И натура отличалась у Смирнова и Быкова в пробах. Но Смирнова было плохо. Фронтовик все-таки. Ранения имел, хоронил, прощался с друзьями своими. Ему было плохо. И Быков не поснял потом снимать эту сцену вторичь. Другой бы, да запуск. Что ему? Для Быкова это был не просто материал киношный, это был человеческий материал. Быков работал только так, как подсказывал ему внутренний голос. Марченко его был, царство ему небесное покойное. Друг его был. Они вместе учились еще там, в Харькове. Леонид Марченко и его товарищи коллега не раз был свидетелем того, как тяжело давалось режиссеру то, что он задумал. Вот как-то он его поддерживал. А все остальное такие, что это за фильм, это смеяться будут люди. Посадить Смирнова на могилке. Посадить, будут хохотать, что это операция, операция Решурика. А Быков ответил, люди будут плакать в этом моменте. В Кудсовету он объяснял. Вспомните меня, потому что Кудсовет не утверждал Смирнова. Что это такое? Ну, Смирнов сидит на могиле и говорит, будут плакать здесь. Она так и получилась. Перед премьерой фильма «В бой идут одни старики», Леонид Быков едет в Барнаул, город в годы войны давший ему приют. Именно здесь, в Барнауле, он жил в семье, которая поделилась и кровом, и хлебом. Это семья Аляривых. Быков, переносивший в свое кино самые главные события из жизни, приехал сказать им спасибо. Барнаульцы, спасибо вам за все. 30 лет не успеваешь сказать спасибо. Я после войны первый раз в этом городе. Сказать словами спасибо трудно. Я и в этой картине, которую делали мы, Маленькая эпизодическая роль, хороший мой товарищ, играет летчика из Сибири. Я мог только отдать ему имя Алябьев. Наша задача кинематографистов постараться работать так, чтобы не проснеть перед вами, зрителями, за то, что мы делаем на экране. И за то, что мы делаем в жизни. Картина имела колоссальный успех. За год фильм «В бой идут одни старики» посмотрели более 72 миллионов зрителей. Леониду Быкову присвоили звание народного артиста Украины. Он получил несколько почетных призов на фестивалях, государственную премию имени Тараса Шевченко, первую премию за режиссуру и диплом за лучшую мужскую роль на всесоюзном кинофестивале «Покон». Когда в Томске было впервые отмечено, что фильм необычный, когда во дворце спорта в Томске, дворец спорта работал круглосуточно, все время, так сказать, фильм крутился, и отовсюду ехали нефтяники, на перекладных транспорте, чтобы посмотреть этот фильм, и ночевали под этим дворцом спорта. И люди, когда встали, после аплодисментов дружно зал запел смовлянку. Это было потрясающе, все плакали. Как начали рыдать, спел фильм, вот так весь палац спорта рыдал. Актриса Раиса Недашковская была свидетелем триумфа Леонида Быкова. «Быков единственный из съемочной группы не вышел тогда на сцену. Многие заметили, что у Быкова на глазах были слезы. Он всегда смущался своей славой. На всех кадрах кинохроники с участием Быкова, где его награждают и присваивают звания, он никогда не говорит длинных благодарственных речей. Он очень прост и краток». «Я помню, когда он ехал в метро, он стоял так скромно. Ну уж, то, что скромно одет, то, что скромно стоял. У меня такое ощущение, что он и ходил по земле тихо, скромно, чтобы никого не обидеть, не толкнуть, не задеть. А хватало ли ему любви той, которую к нему испытывали люди? Конечно. Иначе бы он не хотел снимать для людей». «Я как-то вот недавно смотрел фильмы о войне, современные. У меня такое ощущение сложилось, что режиссеру не жалко убивать артиста сюжетного, его персонажа. А вот Быков был, я помню, как он переживал, когда гибли в картине и тот же Смуглянка». «Кто? Смуглянк?» «И мой герой, и другие герои, персонажи, которые гибнут в картине по сценарию. Вот я уверен, что ему и тогда было жалко. Это вот такой человек». «Серега, прыгай! Прыгай, Серега!» «Ребята, будем жить!» Кино не зря называют опасным искусством. Пройдет время, и то, что было показано в фильме «Быкова в бой идут одни старики», произойдет в реальной жизни. Вот эта сцена – уходящие актеры. Так в точности повторится и в жизни. Не дожил до 50 лет Кузнечик, ушел из жизни Макарыч, умер Смуглянка. 11 апреля 1945 года самолет Витя Щедронова прототипа Смуглянки разбился над 46-м километром трассы Прага-Братислава. А 11 апреля 1979-го на 46-м километре трассы Киев-Дымир случится роковая авария. После выхода фильма «В бой идут одни старики» на экраны, у «Быкова» останется только 5 лет жизни. Когда он уже приехал, так сказать, в ореоле славы и так далее, конечно, администрация стала, ну, наверное, так, немножечко стыдно, как он предполагал, что, может быть, кому-нибудь когда-нибудь стало немножечко стыдно. И ему вот по коридору там выделили комнатку. Это не комнатка, это келья. Там был когда-то склад, ну, такая узкая почти вместо окна обойница такая. И вот эти вот кресла, вот эти, планировались туда ему поместить. Но в связи с тем, что келья была узкая очень, и столб был через окно втянут какой-то такой очень объемный, что эти кресла не помещались. И однажды открывается наша редакторская комната, открывается дверь Лёня с вот этим вот креслом на плечах, заходит к нам в комнату и говорит, что я дарю вам эти кресла, значит, я их сейчас получил торжественно от администрации, но в связи с ненадобностью я от них отказываюсь. Но опять же, это было обыграно с юмором. Быков был очень солнечный, добрый человек, он умел вокруг себя сплотить такую группу людей, потому что я знаю, что не только актеры, даже осветители, гримеры, ассистент-оператора, режиссера, постановщики, они даже годами могли сидеть, ждать в простое, когда Быков Леонид Федорович будет снимать. Потому что в этой группе никогда не кричали, не ругались, не матерились. Там было все очень тихо, скромно. Даже однажды нас закрыли в всемочном павильоне. Уборщица, которая убирала территорию павильона, закрыла, потому что на площадке было тихо, хотя у нас ревел двигатель, ревели ветродуи, шужжали большие диги, которым было по 100 кг весу. А нас закрыли, потому что Быков снимал кино. Быков Леонид Федорович, которая любила его все, без перебольшения. Больше такого пресона в украинском кино, которого любили действительно все, начиная группа, 60 пресон, часом 80 пресон. Он знал у всех имя по-батькови и до всех обратился по имени по-батькови. Еще осветливый, еще водитель, еще тот, что обед готовит, или там, разнорабочий, с великой повагой ставился для людей. И это ему старец и выдавался. И за это его любовь. И не потому, что он левчал на память, а это была его внутренняя потреба, это была его также до певной меры молитва. После триумфа фильма «В бой идут одни старики», пленка жизни Быкова как будто начала отматываться в другую сторону. Ему предлагали снимать продолжение, выделяли деньги. Сценарист Анна Приенко даже хотел оживить Скворцова, но Быков отказался. И не потому, что дважды в одну воду не войдешь, просто опять же совесть. Опять он понимал, что он что-то будет перебирать уже, что-то уже будет повторять. А это уже неинтересно, а это уже нечестно. Поэтому он не хотел спекулировать темой. Смотрите дальше. Отчаяние после триумфа. Завещание за три года до гибели. Это был, наверное, какой-то заповед. Он предчувствовал свою гибель или планировал? Земля – это сложно. Это очень сложно. Не потому, что дважды в одну воду не войдешь. Просто опять же совесть. Опять он понимал, что он что-то будет перебирать уже, что-то уже будет повторять. А это уже неинтересно, а это уже нечестно. Потому, что он не хотел спекулировать темой. На братских могилах не ставят крестов, и жены на них не рыдают. В 1976-м Быков приступает к съемкам фильма «Аты, баты, шли солдаты» и еще одного фильма о войне. Он долго искал актера на главную роль. Но, по единодушному мнению, лучшей кандидатуры, чем сам Быков, найти было невозможно. Эта работа тоже шла очень трудно. Цензура вырезала из фильма многие сцены. Снимался фильм в Зимнем Загорске, в условиях, почти приближенных к военным. В жахливых условиях мы жили, в жахливых условиях занимались, жили в Загорске, в каких-то бараках несчастных. Директор фільму был жахливый. Там в час была проблема в понимании организации сцены, потому что градусов по 30 лет был мороз. А мы в тюльняшках занимались на морозе. Леня же не пив, а нам давали всем пупляшки спирту. Ну, что, там, після зйомки. Дехто не витримывал. Під час зйомки пив, значит, и так далее, и так далее. И я знаю, что он весь час был такой нервовый. Я деколька разів навіть хотел пить из фильма, потому что мы не витримывали. Ставлення дирекции, адміністрации до актеров было в край жахливое. Хотелось дать, как бы не Быков, то дав бы в голову фізично, честно. Это не только для меня, но для всех актеров, которые там занимались, было ставлено. А он это все терапия, он сейчас курил, курил. Я ему сказал, Леня, да пошлите вы нахрен директора фильма. Ну, не позволяло внутрішнему, он все в себе. Вот это его, очевидно, и сердце, и первый, и второй случай, сердечный приступ. Он все в себе переживал. Он не выдавал негативных эмоций, а их надо выдавать, надо выкричатись. «Цыганочка с выходом» исполняет именинник, изобразит. В то время, когда Быков исполняет «Цыганочку с выходом» Святкина, на площадке его уже ждут с нитроглицерином. В апреле 1976 года, в разгар съемок фильма «Аты, баты, шли солдаты», у Быкова случился инфаркт, уже второй по счету. Его забирают в больницу имени Строжеска. А когда Быков пошел на поправку, его перевели в санаторий, в конча заспит. «Часами смотрю на воду», – пишет он Николаю Борисенко. «А жить не хочется, не вижу смысла». Спускается он в плесне, такой смешной халат до колена, такой халат застиранный, застиранный, такой какой-то пояс от другого халата. И он улыбается такой, значит, выходит, мы говорим, боже мой, ну вы хорошо себя чувствуете? Он говорит, я всегда себя хорошо чувствую. И так далее. А сейчас особенно. Почему? Он говорит, ну я сейчас после рыбалки. Мы, значит, переглянулись, какой рыбалка. Он говорит, а я ставлю стакан себе на тумбочку, наливаю полстакана воды, опускаю туда поплавок. И долго-долго на него смотрю. Как только поплавок, значит, задвигался, я знаю, карась. Ни один разговор с ним не заканчивался серьезно. Все было смешно, весело, необыкновенно. Мы уже уходим, он открывает нам, значит, дверь там такая массивная, дверь уже, значит, так, на выход. И достает из, значит, так, пазухи этого халата, достает такой, значит, как ученическая тетрадь, значит, в конверте. И написано, Ивану Николаевичу Николаю Мащенко, передадите. Я говорю, когда? Мы уже буквально одной ногой там, наверное, когда? Он говорит, когда захотите. Я говорю, то есть как? Он говорит, да вот так, когда захотите. Пусть отлежится. И все. Я пошла на следующий день на работу, с этим положила, думаю, ну, встречу с Мащенко и так далее, Николаевичу Каев. И все. Он был фанат машин. Он ездил в Петербург, из Киева. Это медали, который там, в Москву, сам за кермом. Это было его не хобби, это было... Он сказал, что когда он за кермом, то он много думает, он пишет сценарии, он, наконец, отдыхает и так далее. Это была как-то такая его необходимость, внутренняя людская необходимость. А Волга на тот час, Волга, это так же дисталася через спилку кинонотарофистов. Это была очень большая черга. Это были скандалы, это были бейки, что кому-то дали эту Волгу, кому-то не дали, большинство не давали, кому-то давали и так далее. Он эту чергу, по-моему, выстоял, и всю 24-ую Волгу. Это была ознака великого богатства. Ну, просто уже супер. Пройдет совсем немного времени, и именно на Волге Быков выйдет на встречную полосу. А пока он идет на поправку после второго инфаркта. Быков начинает снимать свой последний фильм, и никто на студии Довженко на этот раз не противится сценарию. Это был странный и наивный фильм. Это был фильм разочарования. Я как-то ни разу не рассматривал эту картину, как сожаление какое-то, разочарование. Нет. Хотя у него там есть финальная сцена, когда он обращается к землянам, говорит, что вот, земля, это сложно. Это очень сложно. И хотя я многое понял на земле, я даже понял смысл таких архаичных, рудиментарных явлений, как угодничество и карьеризм, равнодушие и рвачество, демагогия и дефицит и прочих отдельных явлений, столь редко уже встречающихся на земле. Наверное, это какой-то степени, да, это был, наверное, какой-то заповед. Озвучивая сто раз эту историю, сто раз ее как бы рассказывая, я пытаюсь найти какие-то, может быть, зацепки, что же, что же было, что же там я упустила, что, почему я забыла на три года. Три года провалялся этот конверт в редакторском столе среди этого хлама, заключений там всяких. И после того, как сдали пробы пришельца, и это пятница была, пятница, и должны были в понедельник, группа должна была выезжать уже на натуру, выезжать снимать пришелец. В Житомире нашли там, где карьер, подобие какой-то планеты такой странной, такими карстовыми наростами, и разошлись домой все. А я собиралась там документы на этот редакторский семинар, и этот конверт оказался не то, что среди хлама где-то, а на поверхности лежащий. Как можно было каждый день открывать ящик что-то, доставать там, класть в него и так далее, и не видеть. И я, конечно, в шоке. Выскочил, это уже было после шести часов, уже коридоры, вы же видите, длинные такие, темные всегда были. И вдруг, это вот в этом коридоре, вот в этом коридоре в конце там был, я иду сюда, вот по направлению сюда, значит, думаю, оставить в приемной директора. Оставлю, думаю, напишу и, в общем, передайте там девочке, потому что долго задерживались. И вдруг идет Николайчук. Я говорю, ой, Иван, вам Леня передал. А он говорит, так я же ее теки шубачив. Он был на, там, самом, на утверждении проб. Я, ну, я не знаю. И все. Дорогой Иван, дорогой Никола, обращаюсь к вам с просьбой тяжелой и не очень благодарной. Никогда никому не поверьте, что я наложил на себя руки. Просто если это случится, знайте, что я износился. Никаких оркестров, дома кино и надгробных речей. А то я встану и уйду. Получится конфуз. Пусть кто-то один скажет слово «прощай» и все. Не надо цирка, называемого почестями. После этого дерболызните, кто сколько может, а потом пусть вторая эскадрилья врежет смуглянку. Вы заметили, что режиссер я не по диплому, а по призванию. Даже свои похороны режиссеру. Спасибо и пока. Из завещания Леонида Бакова. Кожна людина, яка мыслит, яка думает про жизнь, про жизнь, а он думал, он много думал. Я думаю, что она перечувает свой финал, перечувает свою смерть. Я думаю, Леонид Хайлович також перечувал. Когда человек фиксирует это на папере, он просто молит. Взагалі такі речі не можна робити. В житті бывають минуты, коли человеку ніхто, ніхто не може помочь. Рождається сам і умирається сам. Волга Бакова ехала вслед за шедшим впереди трактором. Быков пошел на обгон, і только потім увидел грузовик, несущийся на нього. Пытаясь уйти от столкновения, Быков резко повернув руль. Як говорив потом следователь, який ввел расследование, Быков мог уйти от столкновения. У нього в запасе було 22 метра. І три варіанта поведення, які оставляли його в живых. Перший варіант – це дати більше газа і обойти грузовик. Експерты просчитали, що це було можливо, тому що скорість машини Быкова була не менше 90 км в час. Перший варіант – вернуться в свою полосу. Был риск ударити впереди ідущу машину, але сила удара була б незначительна, і угроза жизни минимальна. Третій варіант – уйти влево, де була неглубокая обочина. Проскочив її, Волга могла упасть в пологий кювет. І був роковій четвіртій варіант. На мокрій дорогі машину Быкова розвернула поперек. Чудовищний удар пришелся по двері. Доказано, що водитель на встречной полосі не виноват. Он не мог избежати столкновення. А мог ли Быков? На протяженні нескольких лет общественность выясняла, що случилось с Леонидом Быковым. Убийство, інфаркт, самоубийство чи страшна случайність. Дуже багато людей схильні були думати, що він пішов в життя свідомим. Тобто закінчив життя самогустом. Але я не схильний цивірити. Не схильний цивірити. Це вузді їх обставин, наше видно. Це такий факт. Це сердечний приступ. Тому що, спомінаю, багато знімавшись, навіть на стариках, коли вони вперше приїхали в Шестивці под Чернігів знімати, там, ну, полігончик этот був, аеродром такой полевой. Уже Леня в перерывах, говорит, две секунды, руку, так сказать, плавна на сердце, і говорит, через пять минут, через пять минут. Уже не говоря о том, коли вже знімали здесь, в павильоні Атебаты, тоже, тоже це вже все, как бы, знали, видели. Ну, і його ж скорою допомогу везла прямо со съємочной площадки в Строжевській. То, що Быков-человек любив життя, це однозначно. Режиссер Быков любив життя, це однозначно. У нього була масса ідеї, він наповнений був ідеями. Він ніколи не був здатний на зраду, на якусь гедоту, на підлість, на лицемірство. У цього ніколи не було. Ми у нього часто збиралися на посиділки, на кухні, Він дуже любив слухати, знову ж таки, Івана, дуже любив слухати Борю Брундукова, а Кусь Петровича Сіпанкова, він дуже любив Адрового. Ада, коли поховали Львів Быкова на Байковому, потім були поминки в будинку кіно нашому рідному. Хто ж знав це? Потім ми знали, що весь цей зал, ресторан, він весь прослуховується. То там Ада розказала, хоч вона була. Львів не був членом партії комуністичної. Це ще була одна із причин, щоб його гнобити. Його тягнули за вухо, за ноги, за руки. Він не погоджувався в українському партію вступати. А Ада була членом партії в українському. Так от на поминках Ада встала і таке про саветський вилага сказали, що там у всіх вуха забігла. Много було всяких разлаговувань з нами по поводу смерти Быкова. А вот я говорив о том, що він був дуже заботливий, витрувальний. І навиняка, жив'я там сутки, будучи один, один з собою, своїми проблемами, своїми болячками, со своєю головною болью, навиняка він був уйти з жизни по-другому, по-разному. Він рыбак, лодка була, вода була рідом. В конце концов, він був уйти по-разному в их жизни, а убивая себе, бути уверенним, що ти не вбиваєш человека, і ти не поставиш його в тюріму, це невозможно. А Быков був таким чоловіком, він живує тварь, яка по земле бігала, він жалєл, він даже рыбу иногда випускав воду, яку я отловив. А подставлять кого-то, я думаю, що він не змог би. Я так думаю. 12 декабря 2013 года Леониду Быкову могло исполниться 85. Але дожил він тільки до 50. Ни сам він, ні герой його фільмів вже ніколи не стануть старше. Вони стали стариками не потому, що постаріли, а потому, що первими уходили в бой. Вони, як і Быков, любили жизнь, музику, небо, весну, самоліты. І вони по-прежнему будуть жити. Заповеду. Будем жити, нехоти. Дякую за перегляд!